Я сказал, что я буду фейковые обвинения делать, абсолютно лживые, просто лживые, фейковые, отвратительные, для того, чтобы избавиться от меня, похитить меня, передать грузинскому альгарху, крупнейшим частным акционерам Газпрома, избавиться от меня в Украине, избавиться от последнего громкого голоса, который им угрожает, который угрожает власти барыг, который угрожает власти коррупционеров, который угрожает организационной преступной группировке ОПГ, которая захватила власть Украины. И сегодня они с 7 утра ломились, я выиграл время, потому что пока они там, я вышел специально на крышу, чтобы выиграть время, пока люди соберутся. А потом люди собрались, тысячи и тысячи людей, и просто отбили меня у исполнителей этого преступного приказа. Я, тут вопрос очень конкретный. Ведь сегодня вечером я призываю к Ельян прийти на площадь, в Украине полный раз, в моих родных, любимых Ельян. Я очень благодарен вам, это мой город, я люблю его, я люблю каждого из вас. Я хочу, чтобы вы пришли и сказали, что мы должны отправить живого гемпрокурора в отставку, мы должны отправить руководство СПО, которое полностью кошмарит, и мы должны заставить парламент начать процедуру и бить туда Хорошенко и его банды, Каноненко, Дуатковского, Грановского, Дерезенко и всех остальных, я уже не знаю, Розенклата и так далее. Ситуация очень конкретная. Или мы все, мы сейчас платим, и спокойно избежим революции, и спокойно длинные методы через парламент, как было в 2004 году, когда парламент принял самые важные решения, просто через тот же механизм, из-за того, что коррупция президента уже зашкаливает, он крадет деньги у каждого из нас, и выгнем и скажем ему это в лицо, и заставим его уйти длинным методом, или мы, или нас каждого по отдельности перейдут. Моя жизнь в Украине, сегодня украинцы не умоли мне жизнь, доставь меня из этого машины. Я призываю все сделать в ГУ, я призываю все сделать цивилизованно через парламентские процедуры, но для этого парламент работает, нам нужны киевляне, я хочу, чтобы после работы киевляне пришли на площадь, я очень на них надеюсь. У нас на марше было 50 тысяч людей, даже больше, в воскресенье на серию я вас очень жду, от этого очень много зависит, в первую очередь по Украине, и я готов сражаться до конца, вот и все. Спасибо. Слава народу Украины! Друзья, я и адвокатом Михаила Святашвилия, и адвокатом Томаза Шашишвилия, журналіста, которого еще давно выбрали из Украины. Друзья, я вернусь к Украине и до всех нас. Сегодня вы видели, как цементуется диктатура в стране, как разрушается верховенство права в стране, как не допускается на защиту чудо-фильных прос, а адвокатом. Сегодня нация, как вы видите, в дюрократе, не до конца, как вы знаете, что это с ними. Сегодня у нас нет правительственного документа.